Утро в Покровске и осенние розы. Аллея встречи, расставаний, аллея любви. И вот сейчас я прохожу мимо осенние клумбы. И здесь вот такие розы красивые. Девушка, попали на фоне роз. Красивая очень. Вот такая аллейка. Утро замечательное, тепло так. Сегодня 28 сентября, а утро такое теплое, можно сказать, 28 августа. Но осень вступает в свои права, уже желтые листочки, как в школьном сочинении. Приметы осени. Листья желтеют, тучи становятся уже такие, свинцовый свет такой у них тяжеловатый. Да, осенние лисья вот. Листочки осенние. Ботинулечки осенние уже вместо босоножек. Вот дальше чего тут у нас. Солнышко, велосипедисты едут уже. Одетые утром, вон, женщина в курточке. Но по днём ещё попадаются люди, которые любят очень... Ну, любят ходить ещё в летнем. Почему, не знаю, люди летние одежды иногда сбрасывают очень. Очень долго и нехотя. Ну, говорят же, что у природы нет плохой погоды, есть плохая одежда, поэтому, чтобы у всех у нас была хорошая одежда, удобная обувь, такая красивая, чтобы всё радовало глаз, было комфортно. И было вот так вот ярко, как вот цветочки на этой клумбе. Смотрите, как у нас красиво здесь. Вот действительно, что аллея любви. У нас в городе такая. Лавочки стоят вдоль дороги, вдоль аллейки этой. И розы разнообразного цвета. Вот мне нравится, когда розовая, жёлтенькая, вон там оранжевые розочки. Вот такое утро. Очень тепло будет сегодня. Даже вот алые розы есть. Сегодня очень тепло. Хороший денёк. Ну, может быть, начинается бабье лето. Хотя бабье лето бывает и в октябре, когда вот действительно пора золотых листьев. И бабье лето радует нас, так сказать, в три приёма, в три прихода, да? Вот. Первое бабье лето, второе бабье лето, третье бабье лето. И так до самой зимы. Вот какие розы. Ух, алые такие. Алые. Алые розы. Приближаемся к одной. И вот мы приближаемся к одной. И вот мы приближаемся к одной.